И всем привет, ребят, с вами Сарвак, и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы продолжаем с проблемой ДДОСа. Еще вчера в видеоролике я высказал о том, что вроде как уже все, проблема решена. Вроде как уже ДДОСиков не наблюдалось и не было тех самых заветных проблемочек в нашей игре. Как тут? Бам! Произошла ситуация и все вернулось у нас в прежнее русло. И мы вместе с вами вчера лицезрели всю ту же самую картину, что и до этого. Игра снова перестала хорошо работать, да, то есть опять произошли проблемы с соединениями серверов. Ну и мы вернулись в ту же самую ситуацию, которые были и до этого. Но я вам задавал вопрос, связанный с компенсацией, поэтому сегодня мы посмотрим ваши комментарии к предыдущему, а именно вчерашнему видеоролику. Ну и плюс выскажу я свою точку зрения по вашим комментариям, какую вы видите компенсацию, какая она должна быть на самом деле и когда же вообще в принципе все это дело закончится. Сегодня у нас четверг, а это значит, что именно по четвергам у нас выходят анонсы новых ивентов, выходят видеоблоги, выходит вся информация от разработчиков. И сегодня по идее все это дело должно появиться. Должна проясниться хоть какая-то ситуация, потому что информации от разработчиков по сути никакой нету связанной с DDoS атаками. То есть у нас просто был один пост неделю назад и больше на этом никакой абсолютной информации не было. То есть никто ничего не пишет, то есть там испытываем проблемы, не испытываем проблемы, что делаем, как решаем, когда решаем. То есть никакой информации по этому поводу нет, вообще никакой. То есть у нас условно там с полудня до вечера перестают работать сервера, но при этом никакой информации по этому поводу нету от слова совсем никакой. Поэтому хотелось бы сегодня услышать и узнать эту информацию. Ну и давайте посмотрим вместе с вами комментарии к видосу. Посмотрим, что же интересного вы написали и какую компенсацию вы ждете. Так, если адекватно мыслить, то каждый день мы должны получить один день према, один день подписки танкойнов по 10-15 контейнеров, по 20 звезд, по 10-20 энергии за каждый день. Ну и в виде компенсации за неудобства можно было бы и по БП раздать. Возможно мне стоит закатать губу, по-моему все логично и обоснованно пишет NoWhite, что ему пишут. Хотел добавить, что можно было бы продлить ивент хотя бы на 5 дней. Ну насчет продленки это да, все понятно. Я бы тоже в этом плане хотел бы увидеть, но что касаемо подписок на танкойны, то подписки на танкойны я думаю, что никто делать не будет, потому что это будет супер жирно. Во-первых. Во-вторых, те ребята, у которых есть эти дни подписки, то хочешь не хочешь, но они, я думаю, что могут успевать заходить в игру. Да, и в целом в этом не должно быть никаких проблем. По контейнерам, по звездам, по энергии, в принципе, все это должно быть в ключе в виде дополнительных миссий. Да, как я это вижу. То есть будет у нас список пул дополнительных миссий. И, выполняя эти миссии, вы будете получать и Днепрема, и контейнеры, и там дополнительные звезды, и дополнительную энергию. То есть я вижу для себя всю эту ситуацию так, чтобы не раздавать всем это дело на халяву, вне зависимости от того, играете вы в игру или нет. Будут раздаваться предметы только тем игрокам, которые непосредственно будут играть в игру. То есть я вижу эту всю ситуацию в таком ключе, но, в принципе, по количеству призов, которые видит No White, в принципе, ну, наверное, это адекватно. Так, компенсация должна быть 150 энергий, 50 обычных, 25 редких, 20 эпических, 1 легендарный, 7 днем Премки, боевой пропуск, 500 танкоинов. Но тут как будто бы уже такая прям жесткая темочка. Еще что-нибудь у вас спрашивают у него. Еще, может быть, что-нибудь надо накидать. Так, и компенсация должна быть 120 энергий, 15 обычных ключей, 7 дней Према, 500 танкоинов. Ну, тоже такое. Так, дальше больше, я так понял, никакой информации нет. Дальше тут больше идет инфа о том, что я говорил, что у нас, мол, работают уже сервера, а они опять перестали работать. Так, компенсация, на мой взгляд, такая. 1 день Према за каждый день, когда игра работала нестабильно. И на подписка на танкоины за каждый день, когда игра работала нестабильно. Тем, у кого она была. Обычных 15-30, ультраконтейнеров 10-15. Энергия добавит столько дней, сколько игра работала нестабильно. Или же подарить золотой контракт. Почему сразу не в выданном варианте энергии человек должен покупать контракты в нынешней ситуации. Соответственно, на мой взгляд, целесообразно добавить дни или золотой контракт. Ну, либо просто добавить задания, как я уже говорил. Просто добавляются задания и все. Хочу компенсацию в виде 200-350 штук энергии. В этом мини-игре они в новой. И премиум аккаунт. И несколько ключей. 200 энергии, 200 ультра, мне хватит, спасибо. Нормальный вариантик. Так, ну и вроде как больше комментариев по компенсации нет. В целом, я, наверное, своей точки зрения остаюсь придерживаться. Да. То есть, я вижу для себя, что как только у нас проблемы решатся, у нас выкатят просто задания дополнительные. И выполняя эти дополнительные задания, будет возможность как раз-таки залутать энергию плюс премку, плюс еще какие-то дополнительные предметы. То есть, в этом плане у нас ничего не поменяется. Вопрос лишь только остается один. Когда Досер будет повержен. И когда все-таки Орех уже полноценно починит игру. И мы не будем испытывать проблемы с непостоянным соединением серверов. Либо полным их отсутствием. Потому что, когда вчера я включал стрим, больше часа просто беспрерывно сервера лежали без никакого действия. И без абсолютно никакой возможности зайти на них. Да. То есть, поэтому вопрос остается в силе. Когда эти сервера починятся. Ну и согласны ли вы с моей точки зрения по поводу всей ситуации. И по поводу той компенсации, которая должна быть уже в ближайшем будущем. Поэтому надеемся, что сегодня выйдут новости, связанные с игрой. Ну а вам могу лишь посоветовать играть либо в первую часть дня в нашу игру, пока сервера работают. Ну либо же играть уже более поздним вечером, либо ночью. Когда сервера тоже начинают работать. Как правило, сейчас у нас сервера не работают с полудня и до вечера. Там условно до каких-то десяти, наверное. Дальше уже сервера начинают стабильно работать. Так как DDoS атаки после этого времени отключаются от слова совсем. Пишите все свои мысли. Обязательно поддержите данный видос лайком. Если ждете скорейшее восстановление полностью наших серверов. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.